В эпоху смартфонов мы с вами, дорогие кировчане, для того, чтобы не забыть о каких-то важных делах, записываем их в свой мобильный телефон. Ну там, прибить полочку, купить молока и так далее. И вы знаете, меня не покидает ощущение, что вот таким же напоминанием для кировских коммунальных служб является наша программа. То есть они включают Вятку Тодей для того, чтобы посмотреть, где мы чего-то там не доделали. И потом, не всегда, но часто, своей работой над ошибками все-таки делают. И тогда у нас появляется в эфире рубрика «Порадовало». Сегодня Оксана Стяшкина съездила именно на такое «Порадовало». 29 апреля мы рассказывали вам про раскопки во дворе дома номер 47 по улице Щерса. Изборовая территория, посмотрите, как в Сирии после бомбежки. Нам наделали и все, а за собой ничего не делали. Парковаться негде и пройти невозможно по нормам. И мы вынуждены машины ставить около детской площадки, что вообще недопустимо. А если дети вот тут вот утонут, ведь даже не огорожено. Мы сами позвонили в Кировскую теплоснабжающую компанию, чтобы узнать, когда приведут в порядок раскопанную территорию. Сейчас, до 9 мая, планируется провести разравнивание грунта и подсыпка черноземом. Сегодня мы снова вернулись в этот двор, чтобы показать вам, что же изменилось за это время. Ну что, смотрите? Яму засыпали! Правда, раскопки вдоль дворов по улице Грибоедова так и остались, но мы надеемся, что КТК все-таки скоро займется и этим делом. Жильцы предполагают, что там еще не закончены ремонтные работы, поэтому еще немного готовы подождать. Главное, что им теперь не придется краснеть за свой двор. В данный момент, как бы, вот видите, как бы ты и зарыли. Да, привезли землю, привезли гравий с землей. Уже, как бы, уже за безопасность детей уже можно не беспокоиться. И спасибо им, конечно, рада. Но ты желательно бы, чтобы, даже если они и ворчали, но если они еще раз приедут рыть, ну, чтобы за собой убирали. Активные жители дома очень надеются, что подобной проблемы в их дворе больше не возникнет. И решили поблагодарить нашу программу за помощь. Оксана, большое вам-то и спасибо за помощь нашему двору, за то, что вы помогли нам закопать яму, чтобы наши дети были в безопасности. И разрешите вас отблагодарить. Спасибо. И пожелать вам всего самого доброго, лучшего в вашей такой нелегкой работе. Спасибо, это вот впервые, да? Как, как, давайте аплодисменты. Как хорошо, что все хорошо заканчивается. Да, 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 да. И все благодаря первому городскому. Ура! Оксана Стяшкина, Игорь Волосков. Программа «Вятка Тудей». Программа «Вятка Тудей».